Место встречи изменить нельзя или добро пожаловать на Читов-арену. Пятый матч серии. Борьба за КВК Федерации продолжается. Динамо Алтай и Красноярские Рыси вернулись на Алтай, чтобы продолжить выяснение отношений, кто из них достойно отправится в финал. Напомню, что счет серии 2-2. До этого наши выиграли две игры у себя на льду, потом отправились в Красноярск, где, к сожалению, два раза проиграли. За час до начала игры на трибунах уже аншлаг. Почти 5 тысяч болельщиков готовы на все ради спортсменов. Поддержка пригодилась сразу. Восьмая минута и наши открывают счет. Первый период тяжелый для нас был. Во втором периоде прибавили темп, много играли в чужой зоне и забили хорошие голы. Голы Рыси забили. Правда, один из них вычли. Бросок с острого угла поразил ворота динамовцев. Но камеры зафиксировали. Шайба зашла в ворота с внешней стороны. И гол отменили. 1-1 и команды отправились на второй период, где Рыси полностью переиграли в Барнаульцев, забросив две шайбы и сделав счет 1-3. Мы на тренировках отрабатываем вторые периоды. Поэтому мы стараемся инициативу прибрать во вторых периодах. Мы за счет частых смен где-то нагрузить соперника, не дать ему головы поднять, потому что мы активно играем. Поднять голову и показать свой хоккей у Динамо не получилось и в третьем периоде. Наши создавали лишь полумоменты. Частые ошибки, потеря шайбы и провалы в обороне. Оставили счет на табло 1-3. Такая невыразительная игра получилась с нашей стороны. При полном стадионе, конечно, не имели права так играть, конечно. Но, тем не менее, игра проиграна, но серия не проиграна. Сейчас едем в Красноярск. Там у нас, так скажем, есть шанс вернуть серию сюда, в Барнаул. На этот раз болельщики чуда не увидели. Наши, к сожалению, пятую игру серии проигрывают со счетом 1-3. И счет в серии становится 3-2 в пользу красноярской крыси. Теперь команда отправляется в Красноярск, где будет сыгран шестой матч. Возможно, там все и решится. Дмитрий Гроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.